Стратегия на пятилетку есть. Совет Федерации одобрил программу социально-экономического развития Омской области до 2027 года. Документ, который региональный Кабмин по поручению президента разработал совместно с Минэкономразвития страны, сенатором презентовал лично губернатор. План предусматривает для территории три главных пути развития. Первый – решение проблем импортозамещения. На следующий год, к примеру, для этого планируется запуск производства катализаторов для нефтепереработки. Собственный завод поможет забыть про зависимость от поставок из-за рубежа. Помимо этого, специалисты разрабатывают проекты в особой экономической зоне «Авангард». Речь о производстве графитированных электродов, продуктов малотоннажной химии и металлоконструкции. Вторая часть программы должна превратить регион в логистический хаб и шире использовать негласный статус «ворот в Азию», которую он носит. Однако для этого необходимо завершить строительство северного обхода Омска и аэропорта Федоровка. Эти проекты Совет Федерации поддержал накануне. Еще один важный элемент – развитие судоходства по РТШУ. Развитие экспортных поставок дает нам возможность нарасти транспортно-логистический потенциал, который пока используется не в полной мере. По территории региона проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, а также автодороги, связывающие нас со странами Центрально-Азиатского региона и Китая. Важнейшей транспортной артерией является река Иртыш с выходом на Северный морской путь. Ортодромия подтверждает, что грузовые авиаперевозки из Китая в европейскую часть нашей страны наиболее выгодно осуществлять именно через Омский авиаузел. Третий важный блок программы посвящен социальной инфраструктуре области. В нем идет речь о проектах по жилищной застройке с участием компании федерального уровня. Часть нового жилфонда будут использовать для решения социальных задач. Переселение людей из аварийного жилья, обеспечение квадратными метрами сирот и обманутых дольщиков. В сельских районах большое внимание уделят водоснабжению. Из-за того, что групповые водопроводы изношены на 75%, возможности обеспечить всех жителей Омской области качественной питьевой водой нет. Однако в одиночку реализацию плана регион не потянет. Все эти проекты, отметил губернатор, требуют финансовой помощи федерального центра. А она за три года сократилась почти на 7 миллиардов рублей и теперь не дотягивает до 11 миллиардов. Как следствие, уровень бюджетной обеспеченности в Омской области ежегодно снижается. Этот факт поразил спикера Верхней палаты парламента Валентину Матвиенко. Впрочем, специалисты уже готовят проект постановления о государственной поддержке социально-экономического развития Омской области. ОСАФФЕД рекомендует федеральному правительству помочь в этом вопросе. Я удивлена, что такой регион-труженик за несколько лет сместился с 29 на 51 место в России по бюджетной обеспеченности. Прошу разобраться, почему наша бюджетная политика таким негативным образом влияет на обеспеченность конкретного региона. Как же наши субсидии, как же наша поддержка и выравнивания? Прошу взять на контроль и зафиксировать в постановлении. В бюджете области остается лишь незначительная часть налоговых поступлений. Это неправильная межбюджетная политика. Прошу найти решение проблемы. Этот вопрос требует большего внимания со стороны федерального центра.